МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «Ваши деньги». Я Сергей Мальнев. Сегодня в нашем эфире сюжеты про любимого министра Путина Сергея Лаврова и про любимую любовницу Путина Алину Кабаеву. Покажем, на чем они сколотили свои тайные, миллиардные состояния. А также расскажем про дыру в российском бюджете и новый способ его наполнения. Как чиновники выбивают деньги с ошибочно мобилизованных россиян. Начинаем. Среди множества мифов уходящей эпохи Путина есть миф про министра иностранных дел. Сергей Лавров якобы самый честный госслужащий, неподкупный, да и вообще деньгами малоинтересующийся. На самом деле, конечно же, это не так. Лавров не просто патологический лжец, а искусный продавец своей лжи. Причем платите ему за враньон на международной арене не только вы своими рублями с бюджета, но и олигархи. За что же мифический бессеребренник Лавров получает грязные миллионы? И насколько много роскоши он накупил? Мы все проанализировали. Внимание! Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в рейтинге доверия россиян прочно закрепился на втором месте после Владимира Путина. У него имидж самого некоррупционного министра России. Лавров считается самым честным чиновником и имеет очень высокий рейтинг доверия у россиян. То есть он стоит на втором месте после Путина. Возможно, потому что в Министерстве иностранных дел особенно нечего украсть? Но на всякий случай юрист Анатолий Фурсов проверил декларацию Сергея Лаврова. Его доход, который он задекларировал с 2008 по 2009, 2021 год, составляет 90 миллионов 410 тысяч 613 рублей. Немного по сравнению с другими российскими чиновниками топ-уровня. Правда, Лавров постоянно врет. Другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали. Но Путин его для этого и держит. Неужели Лавров врет просто из любви к искусству, не требуя никакой финансовой благодарности? Давайте проверим. Мы запомнили цифру. Его доход с 2008 по 2021 год – 90 с лишним миллионов рублей. Посмотрим, что он смог купить за эти деньги. Загородный дом площадью 499 квадратов с участком на 28 соток. В элитном коттеджном поселке Ландшафт. Одном из самых статусных поселков Рублева-Успенского шоссе. Справедливо считающегося местом проживания избранных. Соседями Лаврова являются экс-президент Украины Виктор Янукович, Сергей Кириенко, а также еще 17 домов и земельных участков в этом поселке находятся в собственности Российской Федерации. Владельцы засекречены. Стоимость – 600 миллионов рублей. Квартира в Москве по адресу Шведский Тупик-3, площадью 247 квадратных метров. Дом расположен в пешей доступности от Кремля. В народе жилой комплекс получил название «Дом друзей Путина». Соседями Лаврова являются дети Геннадия Тимченко, глава Ростеха Сергей Чемезов, бывшая жена главы Роснефти Марина Сечина и глава Первого канала Константин Эрнст. Стоимость – 250 миллионов рублей. Квартира в Москве по адресу Причистенко-13, площадью 260 квадратов. Жилой комплекс Причистенко-13 находится в районе Золотой Мили, между улицами Остоженко и Причистенко, где продаются одни из самых дорогих квартир не только в России, но и во всем мире. В доме всего 15 апартаментов, которые принадлежат Кабаевой, Бажановой – жене бывшего ректора Дипломатической Академии МИД, а также квартирой в этом комплексе владеет Леонид Михельсон, один из самых богатых людей России. Поклонники творчества Булгакова знают Причистенко-13 как место проживания профессора Преображенского, героя повести «Собачье сердце». А-а-а! Иди, твою мать, профессор! Иди сюда! Выпей с нами! Оформлена квартира на гражданскую супругу Лаврова Светлану Полякову. Стоимость – 380 миллионов рублей. Загородный дом площадью 500 квадратов с участком 25 соток. Современный комфортабельный поселок Палицы характеризуется своим уникальным расположением. Недалеко от него находится лесной массив и Москва-река, а от московской кольцевой трассы его разделяет всего лишь полчаса езды. Поселок находится на престижном Рублевском направлении. Оформлен дом на гражданскую супругу Лаврова Светлану Полякову. Стоимость – 100 миллионов рублей. Квартира в Сочи по адресу Курортный проспект 105, площадью 183 квадратных метра. ЖК «Актер Галакси» – многоквартирный 27-этажный жилой комплекс «Элит-класса». Расположенный в зеленом массиве, рядом с курортным проспектом и в 200 метрах от моря. Оформлена недвижимость на гражданскую супругу Лаврова Светлану Полякову. Стоимость – 100 миллионов рублей. Квартира в Лондоне – Holland Green Place 61. Эта улица находится в районе Кенсингтон, одном из самых дорогих в Лондоне. Квартира расположена в роскошном комплексе на 56 квартир возле Голландского парка. Оформлена на Полину Полякову, патчерицу Сергея Лаврова. Стоимость – 500 миллионов рублей. Автопарк люксовых автомобилей семьи Лаврова оценивается в 110 миллионов рублей. Итак, мы посчитали активы самого некоррумпированного министра России. Реальные активы, которые лежат на поверхности, которые нам удалось оценить, соответственно, они составляют 2 миллиарда 40 миллионов рублей. То есть в 20 раз больше, чем он задекларировал. Нет. Похоже, Лавров врет не бесплатно. Он курирует очень многих олигархов. Это тоже известно. Он, его семья пользуются имуществом этих олигархов, интересы которых он представляет на мировой арене. Его семья пользуется частными самолетами, которые оплачивают эти олигархи. Он в качестве платежных инструментов использует, соответственно, денежные средства, вот тех бизнес-структур, интересы которых он представляет, соответственно, на мировой арене. Лавров и его семья любят роскошный отдых. Например, олигарх Дерипаска катает близких главы МИД на яхтах и бизнес-джетах и представляет свою недвижимость в безвозмездное распоряжение семьи Лаврова. Сергей Лавров один из тех, кто годами обманывает весь мир, вводя в заблуждение относительно истинных намерений Владимира Путина. Россия никогда, нигде, ни разу устами своих официальных представителей не угрожала украинскому народу. Он мастерски врет и продает свою ложь очень дорого. Коррупционер Лавров держится на своей должности столько лет исключительно благодаря большому поклоннику лошадей и всего лошадиного – Путину. Однако, вряд ли можно сказать, что только на эту дряхлеющую гнедую диктатор делает ставку. Есть у него и другой фаворит. Фаворитка, точнее. Алина Кабаева. Любовница, втайне его жена, а может, даже рожала ему. Правду про свои любовные отношения с экс-гимнасткой Путин скрывает как гостайну. Однако, вот чего утаить не удалось. Журналисты разведали, что люди из окружения Путина 15 лет всячески поддерживали Кабаеву, спонсировали ее миллиардами и даже подарили целую медиагруппу. За что? Показываем. Алина Кабаева. Бывшая гимнастка. А сегодня тайная жена Путина. По данным СМИ, первого ребенка своему нынешнему супругу она родила еще в 15-м году в Швейцарии. По нашей информации, российская пара забронировала две палаты в больнице Саренга. Одну для родов, а вторую для членов семьи и телохранителей. Также она родила ему еще как минимум двоих мальчиков в 19-м году. После чего, по странным стечениям обстоятельств, главный акушер РФ обзавелся недвижимостью на 1 миллиард. Но незадолго до рождения первого ребенка она уже стала такой себе бизнес-вумен. Ее назначили председателем Совета директоров национальной медиагруппы. НМГ была основана в 2008 году по сути окружением Путина – Юрием Ковальчуком и Алексеем Мордашовым. В те годы ее ключевыми активами были РЕН-ТВ, Первый канал, Пятый канал и издание «Известия». Все это новостные медиа. Но в 2011 году национальная медиагруппа решила купить и часть развлекательного канала. Через офшоры они купили 25% СТС – одного из самых популярных развлекательных холдингов России в те годы. Сегодня структура собственников национальной медиагруппы немного изменилась, но все по-прежнему контролируется тем же Путиным. По информации издания «Досье» компании владеют «Сургутнефтегаз», «Сагаз», «Газпроммедиа», «Банк Россия» и компании Алексея Мордашова. Но вернемся к Кабаевой. Вот в 2014-м она получила пост председателя НМГ. Но Путин на этом не остановился. Он решил ей подарить и СТС целиком. Потому оставшиеся 75% выкупил Иван Таврин и Алишер Усманов. А позднее все было продано фирмам национальной медиагруппы. Но самое интересное – то, как были проданы акции. Все делалось на заемные деньги. И это было бы нормально, если бы не одно «но». 12,6 миллиарда рублей на покупку СТС выделила сама СТС. То есть СТС дает деньги НМГ, чтобы национальная медиагруппа купила СТС. И после этого НМГ должна денег как бы сама себе. Гениальная схема. Можно я по такой же схеме куплю весь «Газпром»? Ну, пожалуйста. Таким образом было покрыто две трети всей сделки. Но осталась последняя часть. Ее дал Виктор Колбин, сын друга детства Путина. А еще Виктор, что иронично, бывший борец с организованной преступностью. Также он участвовал в строительстве Дворца Путина под Геленджиком. Собственно, именно таким образом Путин подарил Кабаевой СТС. Ее оклад составил 785 миллионов и 400 тысяч рублей за один только 2018 год. Но ведь это далеко не все имущество, которым владеет семья Путина. Супер-яхта Шахерезада за 700 миллионов долларов. Недавно ее дом в Швейцарии выставили на продажу за 75,5 миллионов. Да и в целом, недвижимости на всевозможных родственников настолько много, что они просто забывают оплатить коммуналку. По информации прессы, бабушка Кабаевой вот уже несколько месяцев не оплачивает коммунальные платежи и скопила долг в 107 тысяч рублей. Благотворительный фонд Кабаевой, на счету которого в прошлом году было практически 220 миллионов рублей. А раньше на нем даже приблизительно не было таких сумм. У Кабаева есть Роллс-Ройс за 300 миллионов рублей, часы за 170 тысяч долларов. Одежда люксовых брендов, для которой нужно строить отдельный дом. Путин не обделяет никого, начиная от своих родственников и заканчивая теми, кто его обслуживает. Но только он никогда не считается с народом России. Да уж, любовницам и друзьям Путина можно все. Примеров тому хоть отбавляй. Вот еще один верный приспешник, пока еще президент России, Владимир Мау, ректор Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы. Обвиняемый в мошенничестве в особо крупных размерах, он даже в СИЗО не сидел, отделался домашним арестом. При том, что простых людей в России садят в тюрьмы на долгие годы за какой-то пост в Инстаграме. Про двойные стандарты путинской власти дальше. Знакомьтесь, это Владимир Мау. Он знает рецепт, как попасть под статью о мошенничестве и разворовывании бюджета, но выйти сухим из воды. Это действительно человек уровня федерального министра. Да все просто. Послушно сиди на кремлевской цепи и делай, что скажут. Коррупционер коррупционера в беде не брось. А это многолетний, многодесятилетний ректор крупнейшего государственного вуза в России. И вуза очень непростого. Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ. Фактически в данном учебном заведении готовились все будущие так называемые хозяйственники и госслужащие, которые использовались системой Путина для формирования вот этого не тоталитарного автократичного образования под названием Российская Федерация, находящегося под управлением исключительно вот этого выходца из КГБ ФСБ. Владимир Мау десятилетиями был обласкан заботой Путина. Сейчас там готовится целый набор программ. Я с ними тоже недавно знакомился. Нахожу их интересными и перспективными. И получал государственные награды. Хочу вам вручить высшую правительственную награду. Это медаль Столыпина. Но первая степень выше как бы не бывает, поэтому я вам ее вручаю. Столыпин фигурует вам хорошо известной историкой экономической науки. Так что поздравляю вас. Спасибо вам большое. А расплачивался за это стукачеством на своих же студентов. Академия, которую он возглавлял, предоставила информацию о студентах, посещавших митинги, а также о тех, кто участвует в антироссийских компаниях или сотрудничает с иностранными НКО. Ректор Мау назначил сотрудников, ответственных за выполнение требований прокуратуры. Они должны были докладывать об учащихся силовиках. Но внезапно, летом 2022-го, над Владимиром Мау начали сгущаться тучи. Предъявили официальные обвинения. Вообще задержание ректора ГУЗа такого уровня – это серьезное событие. Я думаю, что со времен задержания министра Улюкаева у нас таких высокоранговых арестов, пусть даже домашних арестов, не происходило. Хотя масштаб схемы, по версии следствия, явно не дотягивал до уровня руководителя главной кузницы кадров кремлевских чинов. Арест Владимира Мау каким-либо образом логическим объяснять очень сложно. Коррупция, которая на самом деле присутствовала в Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы, она была намного больше, чем эти какие-то жалкие 21 миллион рублей. Но это фактически для, скажем так, коррупционной составляющей в Москве, особенно для такого учебного заведения, но это копейки. И правда, дело куда сложнее и куда интереснее. Он проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ранее возбужденному в отношении бывшего заместителя министра просвещения Российской Федерации Марины Раковой, директора Института общественных наук Ранхикс, ректора ОАНО Московская высшая школа социальных и экономических наук Сергея Зуева и других лиц. Проще говоря, Мау мог участвовать в куда большей коррупционной схеме. Сперва обвинения шокировали российских экспертов. С чего бы Путину кошмарить столь верного слугу? Подозревали даже подковерные конфликты. Мол, были в Академии все же либеральные веяния, столь презираемые нынешним режимом. Но все быстро стало на свои места. На заседании выяснилось, что показания против Мау дала та самая Марина Ракова, а также ее помощник Евгений Зак, бывший сотрудник фонда новых форм развития образования. И тем не менее, 14 октября с Владимира Мау сняли все обвинения и даже восстановили в должности. Все фигуранты дела Раковой, кроме ректора Ранхикс Владимира Мау, признали вину и изъявили желание компенсировать ущерб. Всем фигурантам дела предъявлены обвинения в окончательной редакции. То есть, виновными оказались все, кроме дружка Путина, хотя они прямо указали, Мау был их соучастником. Похоже, он слишком сильно вляпался в грязную историю, ну и следствию пришлось хотя бы сделать вид, что пытается посадить ректора. Но не сильно. Мау получил лишь домашний арест, хотя статья предусматривает до 10 лет тюрьмы. А потом его все отмазали. Вот вам и вся суть путинского правосудия. Друзьям все, а врагам закон. Это простых граждан упекают в тюрьму даже за антивоенные протесты. А вот небожителям можно сколачивать целые мошеннические банды. И все равно выходить сухим из воды. Своих не бросаем. Пока Путин при власти, справедливости в России не видать. Как бы ни пытались властьимущие скрыть от вас правду про экономические проблемы страны, они, эти проблемы, уже настолько серьезные, что их приходится признавать. Из-за войны Путина в Украине в бюджете России впервые за долгие годы образовалась дыра. Да, официальная и огромная. Минимум в 3 триллиона рублей. Кому из-за этого пора сушить сухари? И что будет дальше, разбираемся вместе с экспертами. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о дефиците бюджета на следующий год. По его словам, доходы составят около 26 триллионов рублей. Расходы – около 29 триллионов. Соответственно, дефицит бюджета составит 3 триллиона рублей. Или 2% от ВВП. Те цифры, которые звучали премьер-министр Мишустин, это попытка, лично мне кажется, скрасить картину. Да, многие экономисты уже сегодня подвергают сомнениям эту цифру. Ведь самостоятельно ее проверить практически невозможно. Россия засекретила многие данные компании. Но уже сейчас очевидно, что подсчет сделан на основании сегодняшних санкций без учета ухудшения ситуации, которая меняется буквально каждый месяц. Еще в июне глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил о практически вдвое меньшем дефиците. Согласно плану ведомства, дефицит федерального бюджета в 2023 году сократится до 1 триллиона 591 миллиарда рублей. Любые расчеты в очень волатильной ситуации, они не имеют никакого значения. Это с учетом сегодняшнего уровня добычи полезных ископаемых в продаже энергоносителей. Но нужно понимать, что будущий год будет значительно хуже. Я думаю, что уровень дефицитности будет больше. В сегодняшней беспрецедентной ситуации не могут разобраться даже ведущие мировые экономисты. Подсчеты регулярно корректируются. Потому то, что заявил Мишустин, не будет соответствовать действительности уже совсем скоро. Вот эти расчеты, они на бумаге. Но эта бумага легко горит. И так же сгорят эти прогнозы. Горица планирования, я думаю, что в России это максимум месяца три. А вряд ли более. Итак, давайте разбираться, что же такое дефицит бюджета в стране. Это означает, что внутренних ресурсов не хватает для покрытия затрат. Соответственно, дефицитный год означает, что надо искать заимствование из вне страны. Названный Мишустиным дефицит, он несущественный. На самом деле и с ним нормально выживают. Перекрыть его можно несколькими способами. Один из них взять в долг. Многие страны так и делают. Они способны рефинансировать долг и без проблем выдержать схожий удар. Однако, конкретно в случае России, это критический вопрос. Ведь взять в кредит будет практически невозможно. Российская Федерация не может рефинансировать собственный долг. Ей никто не дает. Она под санкцией. То есть этих три триллиона рублей ей взять ниоткуда. Поэтому на этих триллиона она будет печатать деньги сама. И погашать это она будет за счет печатания денег Центробанком России. Это значит, что будет раскручиваться маховик инфляции. По мнению экспертов, у России, по сути, остается только один вариант – печатать деньги. Сами посудите, кто ей может дать в долг. Беларусь – бедные страны Африки. Эритрея – единственная страна, которую выделяют как способную дать в долг – это Китай. Только вот станет ли он это делать? Вопрос. Китай, безусловно, имеет ресурсы. Китай мог бы им это дать. Но Китай прекрасно понимает, что любая помощь России, которая будет установлена и, как говорится, поймает их за руку, может привести к тому, что они получат санкции как со стороны ЕС, так и со стороны США. Рефинанс долга – это прямое нарушение санкций. Китайцы не пойдут на прямое нарушение санкций. Если ты начнешь рефинансировать долг, то твои банки могут попасть в большие неприятности. У Китая есть физическая возможность дать денег, однако это будет чревато серьезными последствиями со стороны Евросоюза и Америки. Но давайте на секунду представим, что Китай все-таки даст эти деньги. Что тогда будет? Платить России за это придется сырьем, причем абсолютно ниже средней рыночной стоимости, практически себе же в убыток. Да и сами деньги Россия получит уж точно не в рублях и не в долларах, а в китайской валюте. А юань хорош только в одном случае. Если вы покупаете китайские товары, потому что юань больше никто не принимает, кроме Китая. Когда вы финансируете свой долг в долларах, доллар принимает весь мир. То есть вы можете купить товар из Бразилии, из Африки, не знаю, там из Канады, из Австралии. А вот если вы профинансировали свой долг в юанях, вы купите товар только в Китае, больше нигде. Никому юань не нужен. Многие экономисты заявляют, что как раз на этот случай и был создан фонд национального благосостояния. Сейчас должен наступить его звездный час. И именно он должен покрыть дефицит на следующий год. Однако ФНБ и так уже сокращается с неимоверной скоростью. За последний месяц он потерял 1 триллион рублей. И на сегодня в нем осталось 10 триллионов и 800 миллиардов рублей. Они есть на бумаге. А что там на самом деле? Насколько эти деньги действительно есть? Либо они где-то как-то, как говорят в России, усохли? Немножко были украдены. Многие склоняются к тому, что на самом деле там суммы значительно меньше, чем заявляют. Вспомните 20-й год, ковид. Ситуация идеальная для использования вот этого фонда, потому что люди теряют работу. Модели экономики меняются, больше удаленки происходят, а его не трогают. Но все-таки то, что в нем есть сегодня, предназначено никак не для россиян, а для поддержания путинского влияния. Фонд национального благосостояния, скорее всего, будет тем резервом, с которым будут помогать Беларуси. Также ранее издание «Коммерсант» заявляло, что российские чиновники планируют перекрыть дефицит за счет повышения налога на нефтегазовую отрасль. Правительство хочет собрать сырьевых экспортеров около 1 триллиона и 400 миллиардов рублей. В 2023 году за счет повышения вывозных пошлин и ставок НДПИ. В числе прочего, предлагается повысить экспортную пошлину на газ до 50%. Только вот тут есть много нюансов. Продавать прежние объемы будет очень сложно, тем более с введением по толкациям. В отчете Центрального банка Российской Федерации, представленном в конце сентября текущего года, была очень хорошая фраза, что не получается быстро перенаправить экспортные потоки с запада на восток, просто потому что логистика не была на это рассчитана. Соответственно, ожидаемые суммы прихода, они не будут такими, которые хотелось бы Российской Федерации. Да и нефтегаз сам по себе является основным источником дохода для РФ. Из него будет очень тяжело выжать что-то большее. За счет нефтегаза у них на сегодняшний момент основные доходы. Этот объем сокращается. То есть невозможно перекрывать дефицит вашими основными доходными статьями. У вас и так эти доходные статьи на сегодняшний момент не перекрывают дефициты. Все эти планы по поводу перекрытия дефицита бюджета на следующий год являются иллюзией для тех, кто ничего не понимает в экономике. В действительности же с каждым днем Путин все больше и больше вгоняет россиян в бедность, а саму Россию в зависимость от других стран. При том, что денег в стране и бюджете все меньше, отдавать вам, простым россиянам, в казну надо все больше. Буквально последняя власть забирают у тех мужчин, которых ошибочно отправляют на войну Украину. То есть сначала мобилизованных засылают на фронт с пороками сердца, со спидом, с бронью, а потом, разобравшись, отправляют назад и заставляют вернуть 100 тысяч рублей, которые были положены от государства. И тут история с одной стороны как бы счастливая. Вернули домой не в гробу уже хорошо, но проблема денег, тех самых 100 тысяч, ведь нет уже их, потратили на военную форму, на аптечки и все другое, что российским мобилизованным просто необходимо для смерти на украинской земле. В общем, как эта корявая путинская система выбивает деньги с несостоявшихся солдат и их семей? Про это сюжет. В России, похоже, изобретают все новые и новые способы, как кинуть своих же граждан на деньги. Эта проблема теперь коснулась и новомобилизованных. Конечно, президент Путин обещал всем им, по российским меркам, большую кучу денег. Граждане России, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Только на практике получилось, как говорят, разброд и шатание. В Сахалинской области, к примеру, жизнь российского мужчины оценили в 3,5 тысячи долларов. Ранее губернатор Сахалинской области в соответствии с указом президента России принял решение о выплатах в размере 300 тысяч рублей семьям призванных граждан. В Белгороде пообещали по 100 тысяч рублей, то есть по полторы тысячи долларов. Проблем в каждой семье достаточно много. У кого-то кредиты, у кого-то супруга болеет, у кого-то дом недостроен. Много проблем, и наша задача их постараться, то есть помочь их решить. Поэтому вот в единовременной выплате, с нашей точки зрения, решить краткосрочные проблемы, конечно, поможет. В Мариэл решили, что из 700 долларов будет вполне достаточно. Сейчас подробнее о единовременной выплате, которая положена мобилизованным в Мариэл. Сумма в размере 50 тысяч рублей перечисляется на тот счет, который укажет резервист. Ну а в Омской области денег не нашлось вовсе. Там решили, пушечное мясо поедет воевать бесплатно. Мы оставили свои семьи дома, у кого-то дети, жены в декрете. У нас такой вопрос. Первое, это будут ли выплаты мобилизованным единовременно в качестве материальной поддержки. Потому что семьи наши очень в этом нуждаются. Кормильцы, грубо говоря, ушли. Завтра в любое время мы можем улететь уже туда, там уже не знаем, что с нами будет. Но это еще не самые худшие новости. Некоторых мобилизованных полученные выплаты вообще заставляют возвращать. На Кубани зафиксировали уже несколько случаев, когда, как и не называют, ошибочно мобилизованных, заставили вернуть обратно 100 тысяч рублей. После получения такого уведомления, гражданин в течение 10 рабочих дней должен перечислить средства обратно. В случае, если ошибочно мобилизированный этого не сделал, то с него сумма будет взыскана в судебном порядке. Юристы отмечают, что в случае судебного разбирательства к сумме иска еще добавятся издержки в виде затрат на юриста, оплаты государственной пошлины. Таким образом, ошибочно мобилизованный заплатит государству больше, чем получил. Стоит отметить, что большинство мобилизованных используют полученные средства для покупки военной экипировки. История в том, что как только Путин объявил так называемую частичную мобилизацию, военкоматы начали загребать всех подряд. Хотя публично сам Шойгу обещал, обычных мужчин, не военных, трогать не будут. Никаких мобилизаций, призывов студентов, обучающихся в годах речи не идет. У нас огромный мобилизационный ресурс, то есть ресурс тех, кто отслужил, тех, кто имеет боевой опыт, тех, кто имеет военную специальность. Потом же оказалось, что на фронт на самом деле попадают люди с астмой, пороком сердца и другими серьезными заболеваниями. Многодетные отцы без опыта службы и другие небоеспособные, которые гибнут в первом же бою. Поэтому их массово стали возвращать обратно. В Тюменской области вернули домой 25 ошибочно мобилизованных мужчин. В основном это граждане, имеющие хронические заболевания и многодетные отцы. С начала частичной мобилизации поступило 1300 обращений о нарушениях правил. Еще 93 ошибочно мобилизованных жителей Белгородской области вернутся домой. Студенты, люди с хроническими заболеваниями, представители важных для экономики региона профессий. Выяснилось, что мы не служили, не принимали присягу. Нас отчислили 32 человека. Сидели там 5 ночей где-то вот так вот в актовом зале в морском клубе. Ждали, пока выезжают. Выезжали люди за свой счет рейсовым самолетом. Им не дали никакой бумажки. У них нет никакой отметки, почему их вернули, то, что их вернули вообще. Только эти люди, выплаченные им деньги, практически поголовно уже потратили. И откуда их брать, чтобы вернуть, неясно. Что будут делать с ранеными и погибшими комиссованными, вообще открытый вопрос. Может платить потом заставят их семьи? На серии мобилизованных и так свалилось очень много проблем. Они отправили своих родных, причем отправили, им пришлось потратить все свои денежные ресурсы. А многие еще занимали денег, они остались без ничего. И по сути вот им и так копейки решено выделить. И еще вот и заставляют за этими копейками бегать. Да и других вариантов, кроме покупать все необходимое на фронт, за полученные выплаты не оставалось. Россия отправляет пушечное мясо голыми и боссами со ржавыми автоматами. А тех, кто против, сажают. Как, например, призовника в Краснодаре, который посмел возмутиться перед толпой. Вот такой он, русский мир и его предводители. Вариантов не оставляют. Иди, умирай или садись в тюрьму. А если выживешь и вернешься домой, еще и заплати государству огромную сумму. И только тогда, возможно, продолжишь дальше жить в своей нищете, но не факт, что спокойно. Вы смотрели программу «Ваши деньги» дважды в неделю, во вторник и пятницу в 16.30 на телеканале «Фридом». Мы разоблачаем всех тех, кто обворовывает россиян и лишает вас нормального будущего. Подписывайтесь на наш ютуб-канал «Гроща». Там еще больше расследований и репортажей на актуальные темы. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»